Обогнуть планету на вертолёте дело хлопотное даже для бывалых пилотов. Каждые три часа необходимо приземляться, заправлять баки и для каждой посадки нужно получать разрешение. В мировой практике такие полёты редкость, но о самих смельчаков-авиаторов можно по пальцам пересчитать. Накануне в Московской области состоялся слёт пилотов-кругосветчиков. И наш корреспондент Наталья Михашова провела тест-драйв вертолёта, на котором российские пилоты обогнули земной шар. Ты вернёшься из перелёта другим человеком. Увидеть весь мир с высоты птичьего полёта, испытать поре впечатлений, убедиться, что в школе учителя не наврали и земля действительно круглая, российские лётчики смогли за 43 дня. Они последние, кто пополнил ряды пилотов-кругосветчиков. На сегодняшний день их всего 18 человек. Здесь, навстречу в Истрию, правда не все. Зато тех, кто только собирается отправиться в кругосветку, не сосчитать. Игорь Гуржуенко обогнул всю Россию. Здесь рассказывает о проделанном маршруте. Сначала проходит на восток России по самому северу, в полярных областях. Затем обходит Камчатский полуостров и возвращается южным маршрутом назад сюда. Пилоты делятся опытом, рассказывают о самых захватывающих случаях. История Патрика Эллиота потрясла всех. Кругосветное путешествие он со своей женой совершил на самодельном самолёте, который строил 16 лет. Я решил построить свой самолёт, потому что знал, что у меня не будет средств, чтобы купить один. Я приобрёл дизайн самолёта, модель, чтобы его можно было воспроизвести дальше. Я не боялся, самым страшным было приземляться. Больше всего путешественника тогда удивил Таиланд необычной природой. Но подмосковные пейзажи ему тоже понравились. Правда, смотрел он на них не через иллюминатор своего самолёта, а уже через злобовое стекло вертолёта. Этот вертолёт, модель Robinson 66, самое лучшее транспортное средство для совершения кругосветных путешествий. По мнению пилотов, которые именно это и сделали. Сегодня нам предстоит небольшой полёт. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Скажите, что будем делать с вами? Сегодня мы с вами совершим знакомительный полёт. Полетим, посмотрим с высоты птичьего полёта город Истру. Оторвались от земли. За штурвалом Александр Курылёв. Он один из тех четверых российских лётчиков, что пополнили список пилотов-кругосветчиков. То и дело показывает нам на местные достопримечательности. С высоты птичьего полёта всё кажется игрушечным. Скорость 150 км в час. На крутых виражах захватывает дух. По словам пилота, эта скорость самая оптимальная для лётных прогулок. Ему часто приходится пользоваться своим воздушным судном. Как оказалось, не только в серьёзных путешествиях, но и в повседневной жизни. Обычное транспортное средство, как автомобиль. Только быстрее. Потому что если из Москвы в Жуковск мы по пробкам будем ехать часа четыре, то на вертолёте мне достаточно порядка 15 минут. Поэтому я говорю, ребята, от машины времени. Что, и детей тоже в садик на вертолёте? Нет, в садик мы пока не возим. Но на дачу к родителям мы детей возим. Они с удовольствием улетают и сами уже управляют. Стоимость одного такого вертолёта превышает миллион долларов. Совсем недёшево стоит и обучение. Тоже около миллиона. Правда, уже и рублей. Плюс обслуживание, плюс топливо. Всё это встает владельцу в кругленькую сумму. В России сейчас зарегистрировано около 700 частных самолётов. И только два из них обогнули планету Земля. Наталья Михашёва и Наталья Калышева. LifeNews. Первый кругосветный полёт на вертолёте в течение месяца был совершён в сентябре. В сентябре 1982 года американцами состоял он из 29 этапов. Наши вертолётчики, как мы узнали из сюжета, тоже замечены в кругосветных путешествиях. И сегодня в студии один из вдохновителей проекта. Михаил Фарих. Михаил, доброе утро. Вы к нам прилетели, скажите, на вертолёте? Последние километров 15 я проделал на автомобиле от МКАДа. До МКАДа, да, на вертолёте с дачи добрался. Михаил, скажите, пожалуйста, относительно ситуации той, которая, может быть, видели сегодня в новостях, которая произошла в Славянске. Там сбит вертолёт Ми-24. Позвольте, я вот коротко узнаю. Если сбита такая машина, каким образом пилот должен эвакуироваться оттуда? И возможно ли это сделать? Я ничего не знаю об этом происшествии, к сожалению, это первое. А второе, я не являюсь экспертом в военной авиации вертолётной. Давайте лучше, я не буду комментировать то, чего я не знаю. Тогда расскажите нам о том, что вы непосредственно знаете. Вот вы когда совершали путешествие, вы над какими территориями пролетали? Если вы имеете в виду кругосветный перелёт, мы пролетели все наши меридианы, 360 штук. Мы пролетели всю Европу не только с востока на запад, но и с севера на юг. Я построил маршрут так, что мы полетели сначала на самую северную точку Европы, Нордкап, потом спустились к Гибралтару и даже попили кофе в Африке. А потом самая западная точка Европы, мыс Каба-де-Рока возле Лиссабона. Ну, а дальше пошли уже в Лондон, Париж, Лондон и через Атлантику, в Фарерские острова, Исландия, Гренландия и в Канаду. Кофе вкусный в Африке? В Африке, ну, там, где мы пили, в общем, средненький. Или вы не успели растробовать, слишком быстро нужно было возвращаться к вертолёту. Ваш путь был длиною 40 тысяч километров, да? Если я ничего не путаю. 39 тысяч 488. Ну, как точно. 45 дней? 43 дня. 43 дня. А как вы рассчитывали маршрут? Вот вы рассказали сейчас о том, как он пролегал. На основе чего вы составляли именно в таком порядке точки? Ну, там несколько резонов для расчёта маршрута. Один из них, чтобы твой перелёт был признан кругосветным, маршрут должен быть по протяжённости не менее длины тропика Рака или тропика Козерога. Примерно 37 тысяч километров. А второй, ну, естественно, он должен все меридианы пересекать. Третье, ты должен знать, где ты будешь заправляться и просто спать в каких-нибудь маломальских условиях. А потом, естественно, ты должен учитывать законодательство стран, через которые ты летишь. Чтобы как можно меньше забот было с согласованиями. И, может быть, одна из самых важных вещей в планировании любого маршрута, ты стараешься включить в него места, которые тебе дороги, или где живут твои друзья. Или места, о которых ты мечтал с детства. Например, я включил в маршрут места золотой лихорадки, о которых я читал в детстве Джека Лондона. А не оправдали ваши ожидания? Конечно. Когда мы решали, где устроить пикник, я предложил своим товарищам выбрать на берегу Юкона, Эльдорадо, Бананзо или Клондайка. Одну из четырёх рек. Мы купили в супермаркете в Уайтхорсе продукты для пикника, полетели, и нам больше всего Клондайк понравился. Вот на Клондайке мы вспоминали Джека Лондона, которого читали в отрочестве. Вы влетели на двух машинах. Почему на двух? Для подстраховки? Или чтобы кто-то снимал один? Вы знаете, на двух машинах далеко путешествовать это оптимально. Потому что железо, такая штука, не всегда абсолютно надёжная. Оно может сломаться, и вторая машина может помочь. Это веселее. И у нас на каждой машине было два пилота и один кинооператор, который переходил с вертолёта на вертолёт. Вы снимал вот эти красивые планы, которые мы сейчас видим. Кстати, знаете, мне очень хочется узнать про технологию. Мы переживаем, мы удивлены. Камера не дрожит. Что это за технология? Это стадикам какой-то? Ой, я не знаю. Наш оператор снимал какую-то камеру, которая похожа на фотоаппарат. А здесь ещё есть, кстати, немало кадров, которые я просто снимал на свой iPad. Скажите, вот сколько в сутки километров вы преодолевали? Вы же всё равно по плану шли, да? Да, мы шли по плану, который я составил. В сутки, ну, в среднем получилось тысячи километров. При этом надо понимать, что в той же Исландии мы провели три дня. Отдыхали, осматривали достопримечательности. Да. В некоторые дни мы делали там больше двух тысяч километров. В некоторые дни пятьсот, семьсот, восемьсот. Потому что в разных местах нас ждали друзья, и нам хотелось прилететь в обед и до следующего утра с ними общаться, допустим. А так нормальный перегон дневной, тысячи полторы, тысячи семьсот, вот так вот. Это ненапряжно. А как вы Атлантику перелетали? Там достаточно большое расстояние. По воздуху, да. Как совершать дозаправку-то в таком случае? Я могу сказать одно, что лететь над морем на такой машине достаточно некомфортно. Потому что ты понимаешь, что если случится отказ двигателя, то, в принципе, шансов у тебя не очень много. У нас были плоты спасательные на борту. На каждом борту один плот. Мы были полуодеты в костюмы. Потому что полностью надев на себя этот костюм, очень сложно пилотировать. Температура воды была плюс 4, плюс 5. Специалисты говорят, что человеческий организм живет 5-7 минут в таких условиях. Ну, как-то мы надеялись на то, что вертолеты окажутся надежными. Надеялись на свою подготовку. Мы специальную подготовку проходили по покиданию вертолета под водой. Но все равно над землей, конечно, комфортнее лететь. А спасатели следили в этот момент за вами? Да нет, никто не следил. То есть вы не оповещали никого, когда собирались? Почему? Мы оповещали органы обслуживания воздушного движения. Это обычный порядок. Все оповещают. От самолетов и аэрофлота до таких маленьких, как мы. У нас были спутниковые телефоны на борту. У нас были там радиомаяки аварийные. Но мы шли там, где нет каких-то караванных путей. То есть там за 3,5 часа мы не видели ни одного корабля внизу. Поэтому, ну не знаю, нам повезло. Мы вообще такие везучие ребята. Ну а как совершалась дозаправка, мы так и не поняли. Дозаправка? Стандартный вертолет. Причем абсолютно любой вертолет стандартный, независимо от его величины, в среднем рассчитан на 3 часа полета. Это обусловлено спецификой вертолетных работ. Наши вертолеты не исключение. Но мы ставили дополнительные баки, которые нам позволяли держаться в воздухе 5 часов. Этого вполне достаточно было для того, чтобы пересечь Атлантику. Когда мы летали на Северный полюс за несколько месяцев до кругосветки, у нас стояли баки на вертолете на 7 часов беспосадочного полета. Это позволило нам достигнуть Северного полюса. И за сколько вы Атлантику пересекли? Ой, там всего часов 12 получилось, я не помню. Самый большой отрезок над океаном был 3,5 часа от Фарерских островов до Исландии. То есть вот вам как раз хватило топлива, получается. Мы это и хотели узнать, потому что по расстояниям элементарная математика как-то у нас не складывалась. И сейчас мы поняли этот секрет, как мы заправлялись. А что мы прыгали по островам? Что вам запомнилось больше всего? Какие виды впечатлили? Вы знаете, не вы первые задаете этот вопрос. Вот естественно, нам интересно, что самое красивое на этой планете. У нас вся планета это такая прекрасная жемчужина. Она все-таки круглая? Многогранный бриллиант. Вот за это мне в школе двойку географии поставили классически. Она не круглая, она форму шара имеет. Извините. У тебя сейчас круглые глаза, кстати. Да. Как хорошо, что я не в школе. И я задаю вопросы. Точно. Прекрасно Гренландия и очень удивительно. Исландия. Ну, Европу-то мы и до этого видели много раз. И облетели ее вдоль и поперек. Очень красиво Канада. В частности, места на западном берегу. Там, где горы, кордильеры. Реки, озера. Ну, очень много красивых мест. Наша Камчатка. Наша Чукотка, на удивление, красивая. Я впервые был на Чукотке. А медведи бурые бегают. Ну, как бездомные собаки где-нибудь там на рабочей окраине. Очень много красивых мест. Мы сейчас смотрим кадры, которые у меня есть. Вот, и мы не можем оторваться. А это белый медведь. Это вот из нашего полета на Северный полюс. Мы с Димой Ракицким летали в прошлом апреле. Тоже, кстати, впервые в мире на этом вертолете. А вот что касается моментов, которые, возможно, как-то осложняли ваше путешествие, отвлекали вас от этих красивых кадров, которые вы видели своими глазами. Разрешение оформления документов, сложные процедуры. И где сложнее, в каких странах? У нас или за рубежом? Вы знаете, здесь, пожалуй, авиационные власти двух стран России и США могут посоревноваться друг с другом в таком административном восторге. И было очень сложно получить разрешение на пролет Аляски, территории США. Только потому, что у нас две буквы на борту RRA, что это русской регистрации борт. У меня есть пилотское свидетельство, выданное США. То есть я такой американский пилот, в общем, полноправный. Но из-за того, что борта с русской регистрацией, получить разрешение было практически невозможно. И пришлось пойти на некоторые ухищрения, чтобы пробить вот эту машину. То же самое в России. Мы не пускаем иностранцев летать у себя на маленьких воздушных судах. Спасибо большое. У нас, к сожалению, ограничено время, но с вами можно разговаривать бесконечно. Это точно. Благодарим вас за то, что вы пришли к нам в студию. Приходите, пожалуйста, еще после очередной кругосветки. Спасибо. И у нас в студии был вертолетчик Михаил Фарих. Мы продолжаем.